Здесь именно весь смысл в том, что это оригинальные подписи пилотов, поэтому они достаточно уникальны, потому что, как вы все понимаете, столь известные люди не часто дают автографы. Настоящие кубки победителей, экипировка гонщиков, редкие памятные открытки и другие артефакты международных автогонок в России теперь может увидеть каждый сочинец и турист города. Восемь лет подряд Сочи автодром притягивал болельщиков со всего мира. Гоночная трасса была официально открыта 20 сентября 2014 года и стала первой трассой для проведения гран-при «Формулы-1» в России. С 10 по 12 октября на ней прошла первая гонка семилетнего контракта. По мнению организаторов выставки, уникальные экспонаты с автомобильных соревнований международного уровня будут интересны всем – поклонникам гонок, жителям и туристам. Это артефакты, которые использовались и продолжают использоваться во время проведения крупных международных соревнований, в частности в «Формулы-1» и в ежедневном круглогодичном работе самого автодрома. Стоит отметить, что сегодня музей спортивной славы – это филиал муниципального музея истории города-курорта Сочи. Эту новую выставку здесь открыли при поддержке Департамента физической культуры и спорта. За последние годы в городе заметно вырос интерес к автоспорту. В спортивной столице активно развивается картинг, джипинг и регулярно проводятся гонки различного уровня. Здесь еще большой социальный проект несет наш Сочи-автодром в том, что всех любителей мотоспорта, которые хотят подрифтить, которые хотят погоняться, они могут приехать спокойно на автодром. У нас сегодня есть картинг, на котором проводятся соревнования на самом высоком уровне. Сегодня проходят всероссийские соревнования. За годы своего существования Сочи-автодром получил множество наград. Сегодня он работает круглогодично и проводит автоспортивные и другие мероприятия. Организаторы выставки обещают продолжить пополнение коллекции новыми экспонатами. Дарья Дмитриева, Дмитрий Петри. Время новостей.